В столице Чувашии проходят рейды по выявлению неформальной занятости. На этот раз комиссия наведалась в один из торговых домов. Первая точка и сразу нарушение по документам в овощном отделе только один работник, сам индивидуальный предприниматель. Но по факту мы видим продавца. С ней трудовой договор не заключен. Проблемы есть и с другими документами. Дома в принципе есть, но у вас оформлен у Козлова Татьяны Викторовны не до конца. Нет здесь подписи. То есть он является недействительным. В другом отделе дожидаться прихода комиссии не стали. Как только увидели съемочную группу, сбежали. Таких продавцов оказалось несколько. Всего же за 9 месяцев этого года провели уже около 1200 рейдов, проверили 9000 объектов. В результате рейдов выявлено также где-то около 9000 человек, которые работают без оформления трудовых отношений. Бывают и повторные рейды с целью убедиться в том, что человек действительно оформлен, трудоустроен, официально все. В расположенной тут же кофейне меню на любой вкус. Цены на продукцию есть, а вот документов, разрешающих торговлю, нет. Да и сам продавец официально не оформлен. Говорит, что работает бесплатно, так как родственник предпринимателя. Вот только документы ему противоречат. Вы же здесь работаете администратором. Я не работаю, я помогаю. Просто мне говорили. Ну на чейке-то ваша фамилия. Теперь владельцам торговых точек грозит штраф. Пока прокуратура решает вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. А администрация города напоминает, что сотрудники сами должны быть заинтересованы в трудоустройстве. В ходе рейда выявлены нарушения действующего трудового законодательства, а именно с работниками, не оформлены трудовые отношения, не внесены записи в трудовую книжку, не изданы приказы о приеме на работу. По итогам проверки всех нарушителей пригласили на комиссию по легализации налоговой базы. На заседание они должны прийти с уже заключенными трудовыми договорами. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.